Девушки отдыхают Океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Девушки отдыхают В последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишила чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. В тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...